Числительные по своему значению делятся на два разряда. Количественные числительные обозначают количество и отвечают на вопрос «Сколько?». Количественные числительные бывают целые, они обозначают целые числа, 3, 31, 326. Количественные числительные бывают дробные. Они обозначают нецелые числа. 1,5, 1,5, 6,7. И количественные числительные бывают собирательные. Они обозначают количество предметов как одно целое. Группа собирательных числительных ограничена следующими словами. Оба, обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. Существуют определенные правила употребления собирательных числительных существительными. Прежде всего, собирательные числительные употребляются существительными, обозначающими лиц мужского пола. Например, трое моряков. Также собирательные числительные употребляются существительными, обозначающими детенышей. Как в сказке «Семеро козлят». Собирательные числительные употребляются существительными, которые имеют только форму множественного числа, либо обозначают парные предметы. Четверо суток, пятеро ножниц. В словосочетании «двое школьниц» допущена грамматическая ошибка, так как существительная школьница обозначает лицо женского пола. Поэтому правильно будет сказать «две школьницы», то есть употребить количественные числительные целые. А вот с существительным «школьник», обозначающим лицо мужского пола, можно употреблять как собирательные числительные – двое школьников, так и целые количественные числительные – два школьника. Кроме того, собирательные и числительные употребляются с личными местоимениями множественного числа. «Двое нас», «трое вас», «пятеро их». Обратите внимание на особое употребление собирательных числительных «обе» и «оба». Собирательные и числительные «обе» употребляются существительными женского рода. Именительный падеж «обе сумки» в родительном падеже «обеих сумок» в творительном падеже «обеими сумками». Собирательные и числительные «оба» употребляются существительными мужского и среднего рода В именительном падеже – оба чемодана или оба утверждения. В родительном падеже – обоих чемоданов или обоих утверждений. В творительном падеже – обоими чемоданами или обоими утверждениями. Кроме количественных числительных существуют порядковые числительные. Они обозначают порядок предметов при счете, отвечают на вопрос. Который. Или который при счете. 15-й дом. Дом, который. Который при счете. 15-й. 2018 год. Год, который. Который при счете. 2018-й.